Всем привет! Мои хорошие, начинаю новый влог. Будет много интересного. Будет кухня, будет коридор. Будем тестить интересные новиночки. Итак, поехали! Делала себе деревянную столешницу. Из чего сделала? Из пленки. Купила... Ой, вам светлее при приближении делает. Это сдалека правильный цвет. Это такая пленка обычная, самоклеющаяся в магазине. Целую рулу у нас резать перестали. И сделали... Ну, не скреби. Она может повредиться. Но резать на ней не надо, конечно. В общем, вот такую деревянную столешницу решила, что мне в интерьере прям вот не хватает дерева. Здесь, кстати, 4 слоя, потому что ее не хватает по ширине на всю столешницу. Но стыков, кстати, не видно. То есть я сначала положила один слой вот так, потом второй слой от этого конца сюда, потом еще один, потом еще один вот сюда и завела вот сюда. Чтобы она вот так гармонично смотрелась. Короче говоря, мне очень нравится. Как вам? Как вам наличие дерева в моем интерьере? Вот тут бумага. В общем, я решила, что мне пока хочется вот так. Если вдруг она повредится, у меня в запасе есть еще много пленки, я могу заклеить. Если вдруг надоест, могу переклеить и так далее. Мне в целом очень нравится. Ставила все на место. Вот так это смотрится теперь. Ну, красиво же. Да. Однозначно. Так, что еще? Еще купили скатерть на другой стол. Сейчас покажу вам даю. После купили в Магнит Косметик. Мне, кстати, очень понравилась вот эта новая коллекция. Флера у них. Она в таких вот сиреневых оттенках. С белым и с бежевым, по-моему. Она красивая. Если под интерьером подходит, прям стоит присмотреться. Но мне нужна была, собственно говоря, только скатерть. Она такая белая, ажурная. Она не совсем белая. Не видно. Вам пока потом пусть любят. Видно вот цветочки. Вот такая. Она, наверное, я не знаю, как ПВХ. Она моется. Все отлично. 110 на 140 мне подойдет как раз. Так, материал. А, да. Да, ПВХ. Вот. Я искала в хозяйственных разных магазинах. Чисто белую такую не нашла. А вот за 300 с чем-то рублей в Магнит Косметик по акции была вот эта скатерть. Поэтому сейчас все покажу. Ну, говорят, до. По сути, скатерть, в принципе, сюда подходит. Она сочетается со шторами. Но здесь сверху вот такая вот штука, которая уже выглядит не очень. Ее уже пора менять. Какого-то нейтрального цвета красивого я не нашла. Поэтому решила чисто белую. Так, смотрите, до. После без всего. Вот такая она классная. Она, кстати, практически не пахнет. Как ни странно, немножко светит деревянный стол. Но это очень гармонично. И она очень хорошо прям вот легла. Прям вот классная. Она такая, знаете, вот продаются из ПВХ. Они колом стоят, чтобы вот у них угол красиво лег. Нужно очень постараться. А эта она такая достаточно, не знаю, как такой ПВХ. Хорошая. Хорошая прям ПВХ. Она обвисает. То есть она обвисает очень красиво, очень достойно. Так, сейчас все расставлю, покажу. И после. Вот так теперь все это дело смотрится. Такая красота. Беленько, чистенько. Посмотрим, как она мыться будет. Потому что все-таки такая поверхность, она немножко фокус ребристая. Видите? Ну, здорово. Мне нравится. Я такая, знаете, хожу, думаю, может мне подоконник еще поклеить под дерево. Как думаете? Мне пока неохота, конечно, вообще возиться. Как думаете, если подоконничек сделать таким же, как вот это, под дерево. Даже не знаю. Вся в сомнениях теперь. А сейчас будем тестировать вот такой вот жидкий педикюр от Aravia Professional. Это у нас с вами лосьон для удаления мозолей на топтуши. Специально опять девчонки запустила ноги, чтобы потестировать. Здесь пилка в комплекте. Я вам ссылку оставлю обязательно. Мне понравилось именно то, что вот набор. Жидкий педикюр есть отдельно, а это наборчик. Да, у нас с вами пилочка. Она здесь достаточно компактная должна быть. У меня такой нет, всегда пригодится. Смотрите, состав. Сейчас откроем с вами, посмотрим способ применения. А он у нас с вами на коробочке. Для профессионального применения. Нанести небольшое количество лосьона на ватный диск или кусок нетканой салфетки. Плотно приложить салфетку диск участку кожи, требующую механической обработки. С признаками сухости. Время экспозиции от двух до семи минут. В зависимости от состояния проблемного участка и степени огрубения кожи. Ой, интересно. Потом обработать размягченный участок водой и инструментом белка-тертка. Обильно смыть остатки средства водой. Нанести на кожу средства крем-бальзам. Понятно, слушайте. Значит, нам нужна с вами какая-то ткань салфетки. Сейчас я найду. И 2-7 минут буду сидеть, а потом обрабатывать. И расскажу вам. Вот так выглядит сам лосьон-бутылочка. И вот такая небольшая, очень удобная, достаточно такая прям абразивная пилочка. Классная информация, кому интересно, еще раз показываю. И артикул 452, ой, 40-52, какой 400. Здорово. Так, идем пробовать. Что я сделала? Я нанесла такое какое-то гелеобразное средство на диски, да, на ватные диски. Приложила к проблемным местам. Сюда, сюда, сюда один, сюда один. Одела бахилы и одела носочки. Уже минут 5 сижу. Мне почему-то вот эта нога не щипет, а левую пощипывает. Вот, ну не знаю, еще минуточек 5 посижу. И пойдем счищать, расскажу тогда. Слушайте, ну прям круто. Вещь очень мощная. Мне кажется, у меня больше кожи, много кожи лишней сошло уже, когда я снимала бахилы, да. Встала в ванную, еще ножки как следует попилила. Но там усилий даже не надо было прилагать. Все очень хорошо отошло. Пяточки розовые. Я в полном восторге. Почему вам не показываю до и после, как было, да, когда мы с вами там роликовый тестили. Роликовый прибор. Потому что там понабежали всякие витишисты. На теле еще, еще, ноги еще. Я знаю, вы верите мне на слово, мне смысла нет вас обманывать. Мощная вещь, знаете, мощная, прям мощная. И кожа уже начинает отходить в процессе носки. То есть я сделала, видите, как. Надо быть аккуратнее, конечно, стараться не заезжать на ногти. Я какой сделала вывод, да. У меня-то все там было в куче. Я еще ходила в процессе, все там у меня перемешивалось, бурлила. Но пяточки как у младенца. То есть все отлично, все нормально, розовенький, шикарный. А еще очень удобная и маленькая пилочка. Почему удобная? Потому что в некоторых местах большое неудобно обрабатывать. И вот подушечки, которые находятся посередине ступни, да, под пальцами там. Вот там как раз неудобно. Большими вот этой маленькой очень удобно. Шикарно. Рекомендую, девчонки, средства вообще огонь. Просто огонь. Отъела все, размягчила все. Все пилочкой, все остатки убралось. В общем, шикарно. Нам привезли шкаф. По цвету, как и ожидалось. Вообще супер. Мы освободили весь коридор. Здесь ничего нет. И начинаем сборку. Вот уже низ собрали. Похож, очень похож по цвету с дверьми. Смотрите, тут тоже есть такой как бы рисунок. Чуть-чуть отличается, но тем не менее, я рада, что я не заказала белый. Я заказала такой. Ой, такой тут погром пока. Ну, не погром, здесь пусто. И, собственно говоря, сейчас будет собираться шкаф. Что, мои хорошие, что на этот момент? А на этот момент у нас уже стоит шкаф. Сейчас все покажу, расскажу. Собственно говоря, где стоит. Практически до потолка. Там есть еще сантиметров 10. Я думаю, может быть, какие-то белые корбы туда невысокие. И что-то тоже складывать можно. Так, шкаф покупала в Хофф. Заказывала 17,990 без доставки. Шкаф-купе. Одна дверь зеркальная. И одна дверь такая обычная. Вчера собирали очень долго. Вот, несмотря на то, что там заявлена сборка 90 минут. О, нет. Часов 5. Были свои нюансы. Сейчас покажу с другого ракурса. Показывает входной двери. Как он стоит. Вот такой высокий. Вот он сам шкафчик. Все туда убрали. Ничего у нас тут не стоит. Обувь вся тоже там. Никаких ковриков. Здесь ничего не будет. Вот выключатель. Видите, как раз почти в притоке. Я хотела подлиннее шкаф. Дверь открывается. Она позволяет. Как бы еще вот сколько места. Да, вот я дверь открыла. Она у нас внутрь открывается. Хочется, конечно, эту дверь убрать. Но у нас вот в этой двери щели. Будет прохладно, будет тянуть. Там вот внизу прям большая щель. А так, конечно, хочется дверь поменять. Но это все возможно в будущем. Поэтому пока с этой дверью. Черной краской покрашу вот эти коричневые непонятно к чему наличники. Закажу. Так. По шкафу что еще? Вот цвет прям максимально похож на цвет дверей. Что очень круто. Сейчас буду сегодня-завтра приступать к поклейке панелей. Надо будет отодрать обои. И приступать к поклейке. Еще нужно продумать вопрос вот этими вот полочками. Посмотреть. Отпиливать их надо. Или что-то уже покрасить. Наверное. А сейчас красила в один слой вот этот короб. Мне очень хотелось его убрать. Совсем убрать вот этот короб. Как бы он тут вообще ни к чему. Да? От двери. Но подумали, что полка тогда упадет. Потому что он, собственно говоря, наверное, ее и держит. Этот короб. Поэтому он был такого желтоватого цвета, как он там полка. Я сейчас покрыла белой краской, пока водит слой. Краска вот эта у меня осталась. С детской еще, с кухни. Да? Вот эта полу-глянцевая. Девчонки спрашивали. Вот еще раз показываю вам краску, которую я использую. Мужу сказала сейчас черную такую же купить. Вот она. Как называется. Полу-глянцевая эмульсионная. Она вообще не пахнет. Покажу вам, как шкаф выглядит внутри. Додвигаем первую дверь. И здесь у нас что с вами? Здесь у нас с вами наверху полка. И вот тут вот такая вот вешалка. Выдвижная. Да? Сейчас во всех шкафах такое делают. Хотя, мне кажется, было бы удобнее. Если бы было, как, господи, эта трубка железная называется. Вот таким образом. Здесь висит одежда, которую мы сейчас носим. Которую не носим. Она у нас пока на полках. Я буду думать, организовывать все это как-то пограмотнее. Какие-то контейнеры покупать. Да? Там внизу обувь, в которую мы сейчас ходим. Так. И одел зеркало. Там у нас полки. Там у нас полки. И здесь у нас счетчик. Собственно говоря, шкаф подошел идеально. То есть, вот прям в притык. Если перегородка между отделами была чуть сюда, уже пришлось бы вот туда двигать и было бы не то. А так вот стоит вплотную к стене. И вот этот вот угол. Я вообще хотела сюда какой-то комодик тоже поставить. Но, судя по всему, вот это пространство обыграть у меня не получается. Если есть какие-то идеи, девчонки, подскажите. Потому что здесь такое достаточно приличное пространство. Глубокое, да? И мне очень хотелось его обыграть. Я думала сюда обувницу. Такие, знаете, есть сейчас на весны. Его так открываются. Но пока у меня только такой вариант. Больше не знаю. Если есть идеи, пишите. Так, там у нас обувь. Тут пока куртки. Все пока вот так. Но я обязательно все сделаю красиво, организую. Здесь мой косметоз. Ключница. Она уже не подходит и не подойдет. Я либо новую закажу, либо эту перекрашу в белый цвет. Так, Wi-Fi. Вот он у нас тут, собственно говоря, с счетчиком. И вот сюда не влезла еще одна полка. Она вот здесь должна быть. Я предложила мужу. Надеюсь, он мне это все дело уже платит. То есть мы у полки, где счетчик. Вот так вот один уголок выпилим. И она будет держаться на трех креплениях. То есть она будет вот тут целиком. А вот тут немножко выпилить. Потому что жалко, столько пространства тоже пропадает. Вот сюда еще эту полочку. Немножко ее здесь вот выпилить. И прикрепить. И будет отлично. Все-таки будет пространство задействовано. Потому что мне жалко. Вот столько его много пропадает из-за этого счетчика. Наверху шапки шарфы. Пока, в общем-то, вот так. Вот такой вот шкафчик. Собирали долго, скажу вам честно. Но все-таки собрали. Все, красота. А теперь все, грубо говоря, в шкафу. И ничего нет на виду. То есть в коридоре все. Ничего у нас не будет висеть. Ничего у нас не будет стоять. Это штука под провода. Надо как-то думать ее прикрепить. Была только серая. Но на зоне такие есть коричневые. Вот он стоит вплотную к стене. Там даже есть крепление у шкафа, которым крепят шкаф к стене. Но он стоит устойчиво. Как бы все отлично. Поэтому ничего не шатается. А мы его к стене не крепили. Вот такие вот дела. Вот так все это дело пока выглядит. Вешалки уберем. С дверцами подумаем, что делать. Вот эту вот крашу, как мне хотелось убрать, но видите, не получается. Так, и что? И следующий этап у нас поклейка панелей. Панелей надо отдирать обои. И второй слой краски сюда буду наносить уже после того, как буду отдирать. Потому что смотрите, тут обои поклеены с нахлёстом на этот короб, блин. Причем с двух сторон. И тут тоже прилипли на краску. То есть прям с большим нахлёстом. Не знаю, зачем так люди делают. Но, видимо, нравится. Вот такие дела. Будете радовать вас в курсе. И показывать, что дальше. Габарита вам не сказала, потому что достаточно интересный такой размер. Вот он мне прям подошёл идеально практически до выключателя. То есть в ширину шкафа метр двадцать, в глубину сорок пять. То есть большой проход остаётся. Ну всё нормально, всё отлично. И высоту он два двадцать девять. И вот сколько там места, грубо говоря, остаётся до потолка. До сантиметров десять точно я не замеряла. Надо будет посмотреть. Теперь у меня есть зеркало в пол. Чему я очень рада. Кристюша сегодня проснулась, обалдела. Собирали уже, когда она спала. Ну основное оставшееся. И у неё теперь тут развлечение. А кот, когда мы вчера поставили эту дверь, он пытался наброситься. Он думал, это чужой кот. Он шипел, он орал, он был в панике. Мы его прогнали. Потом несколько раз Ксюша его поднесла. Он привык и понял, что это не другой кот, а что это он. Засранец. Вот так что вот такие вот дела. Больше сорока пяти. Глубину я не рассматривала. Иначе был бы узкий проход. А так вроде всё компактненько. Да, кстати, спасибо за ваши советы. Я когтиточку не выкинула. Ляна, отдельное спасибо. Я её почистила. Ещё вот. Ну это не шерсть. Это вот из неё нитки лезут. К сожалению, это низ, это верх. А это палка. И Ляна подсказала джутовую верёвку. Я заказала на Велберис 300 рублей 25 метров. 0,6 по-моему, толщина сантиметра. В общем, я на эту палку намотаю новую джутовую верёвочку. Вот. И всё, соберу её. И будет когтиточка нового котика дёшево-сердит. Потому что когтиточки, да, они сейчас, да и вообще всегда были достаточно дорогие. Я её убрала. Казалось бы, ничего такого. Мне кажется, я её брала тысячи за две. Ну и на этом всё. Мой хороший блог буду заканчивать. Если у вас есть какие-то идеи, как использовать пространство за шкафчиком и так далее, обязательно пишите. Продолжение следует. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. А, и ссылочка на Аравию на средства будет под видео.